Всем привет! Меня зовут Виктория, вы на моем канале. И спустя столько лет я решила наконец снять видео новое. Вот. На это видео меня подтолкнуло видео Полины Кудрявцевой. Она рассказывала в нем про свою цель на 22 год. Я поняла, что никогда такого не делала. И в принципе, ну, мотивы у меня такие же, как у нее. То есть, систематизировать то, чем я хочу заниматься. Потому что сейчас я хочу распылиться просто на все почти. На все распылиться, как мы знаем, невозможно уже опытным путем. Потому что все категории, на которые мы хотим распылиться, будут страдать. А мы не хотим страдать вместе с этими категориями. Поэтому я написала небольшой списочек целей, с которыми я хочу поделиться. Которые на данный момент я смогла себе придумать, сформулировать. У меня будет, раз, два, три, четыре категории. И в каждой из них несколько подпунктов. С учебы я хочу начать. В первом плане у меня, конечно же, уходит школа. Ну, потому что школа все-таки самая, наверное, важная в этом плане. По крайней мере, в восьмом классе. Моя цель, с учетом того, что я все время вообще за восемь лет, за семь лет, которые нам оценки выставляют, я отличница. Вот. И в восьмом классе я, собственно, тоже хочу закончить на отлично. Это будет сложно. Я уже это поняла. Также хочу закончить художку на отлично. С этим я не думаю, что у меня будут проблемы, потому что, ну, художка, на самом деле, мне достаточно проще дается, чем школа. Потом хочу поделиться. Я вышла на регион по технологии, в Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Вот. И уже написала себе цель, так как я уже вышла на регион. Регион это уже прям вообще круто. Я написала себе цель выйти на заключительный этап. Потому что заключительный этап это гораздо круче, чем регион. Вот. Поэтому хочу продвигаться. Также в учебу последний пункт у меня занимает испанский язык. Я не поставила четкие цели пока что. Вот. Но в любом случае я буду его учить. Вот. Этим еще стоит заняться. Потому что я думаю, что я хочу закончить А2, наверное, и перейти к уровню Б1 за следующий год. Вот. Поэтому это тоже будет одним из пунктов в категории учеба. Имеется место быть и жить. Вот. Потом следующая категория, которую я выделила, это работа. На самом деле это не работа, а скорее хобби. Но я решила назвать это так. Короче, работа это мой инстаграм, в котором я вяжу, собственно. Продаю шапки за, по-моему, 600 рублей. Я на них выставила цену. 600 рублей. Ребята, шикарная шапка. Теплая, мягкая, приятная, модная. Шапка. В моем инстаграме. Поэтому переходим. И не только шапки. Смотрите, есть осьминоги. Но они просто прикольные. Может быть, уже просто спала вся эта мода на осьминогов. Но, мне кажется, это до сих пор прекрасно. Может быть, так видео закончится? Ну так вот, работа. Какие пункты я выписала себе? Они тоже... Ну, на самом деле, я придумала, что придумала. Есть какие-то пункты, которые я не уверена, что могут быть полнимыми. Ну, вот, в первый, там, во второй год явления и ведения такого вязального бизнеса. Вот. То, что я выписала и для инстаграма, и для ютуба, это регулярность постов. Потому что, ну, это важно. И, соответственно, на ютубе видео. Регулярность видео. Тоже как раз то, что я не делаю. Вот. А также писать... Начать писать план постов. Планы постов. И видео. Вот. Этим я тоже пробовала заниматься, но у меня не очень это получается. Не знаю, почему, но буду над этим работать. Потому что, я так понимаю, все крутые блогеры пользуются такими штуками. Как планы постов. Я тоже хочу быть крутым блогером. Что из этого следует? То, что я хочу писать планы постов. Следующая категория. Финансы. Это для человека моего возраста. Вообще, такая больная, я бы сказала. Ну, даже не больная, а просто сложная тема, наверное, правильно сказать. Потому что, ну, у меня нет своего заработка. Ну, и это, типа, нормально. А я хочу, чтобы он появился. Вот. И первое, что я пишу, это заработать с первого заказа в Инстаграме. Вот. Ребята, пишем мне в Инстаграм шапки. И я думаю, что все время будет пополняться выбор. Потому что у меня уже есть задумки, по крайней мере, ну, там, например, трех разных деталей, видов, одежды. Например, там всякие гетры. Мне кажется, гетры это просто прекрасно. Особенно, когда на улице минус 15. Вообще, когда на улице минус 15, нормальные люди ходят в баллоневых штанах. Но! Ээээ... Кто из нас нормальные люди? Кто не любит походить в капроновых колготках в минус 15? Вот. А для тех людей, которые любят ходить в капроновых колготках... Просто я... Вот. У меня есть определенный человек, который очень любит ходить в капроновых колготках в минус 15. И при этом носит гетры. И мне кажется, это просто гениальная вещь. Вот. И, может быть, я буду пробовать их делать. Ну, вязать, соответственно. Вот. Гетры. В общем, подписываемся на мой инстаграм. Вот. Ссылка внизу. В описании. Вот. А потом. Следующее. Дорасти до монетизации на ютубе. Это вообще, мне кажется, очень невыполнимая вещь. В этом году хочу вот дорасти до монетизации. Попробовать. В следующем. Через 10 дней. Он начнется. Мы еще даже елку не поставили. Как смешно. Последняя категория, которую я выделила для себя. Это хобби. Учиться делать в кольца. Кто бы сомневался. Я сделала вот такое колечко. Как бы мне его показать? Я не знаю как. Такое колечко. Оно очень кривое, но оно мне очень нравится. И я подписана в инстаграме на девочку, которая делает очень крутые кольца. И не только кольца. Еще там у нее подвески были, по-моему, сережки. Брелки. В общем, это все очень круто. Но я хочу именно кольца. Вот. Научиться делать вот такие кольца. Очень крутые. А также вот последнее, что у меня написано вообще. Это научиться считать темы для вязания. То есть я сейчас все... Вот шапку я вязала, я вязала кардиган. Я вязала вот этих. Осьминогов я вязала подушку. Все это я вязала просто так. Это тоже не есть хорошо. Потому что можно все запороть. Просто сразу и перестать вязать это дело. Вот. Поэтому нужно научиться вязать. Точнее, читать вязальные схемы. Вот. Ну, самое важное, наверное, здесь... Это... Заключительный этап в СОЖ. Вот. То, что категория работа. Наверное, учеба и работа. Вот эти самые две важные категории. Потому что они для меня, наверное, наиболее понятные сейчас. Вот. В любом случае, этот список может дополняться. Какие-то пункты я, может быть, буду убирать. Что-то, может быть, будет изменяться. Там я буду расписывать пункты на какие-нибудь подпункты. Вот. И лучше понимать цели, то есть задачи, которые нужно по этим целям сделать. Вот. В общем, мне кажется, пока что на этой ноте можно закончить. Пойду-ка я порисую эскизы для проекта. Кстати, проект я не выписала. Я еще делала проект по книге. Вот. Но это я пока не буду рассказывать, потому что я не уверена, что он состоится. Вот такие. Тоже пироги. Вот. На этом все, наверное. Инстаграм. Обязательно, ребят. Ну, это прям, вы же видите, мне это очень важно. Я понимаю, что это какие-то, может быть, лишние телодвижения. Вот. Но мне это, правда, прям очень важно. Подписывайся на YouTube. Пожалуйста. Тоже важно. Очень. Вот. Потом, ну, колокольчик. Тоже по традиции, как обычно, чтобы видео приходили, чтобы больше просмотров было. Вот. И всем желаю поставить цель на 22-й год. Ну, потому что, мне кажется, я не одна такая, которая хочет распылиться на все. Вот. Поэтому на этой чудесной, прекрасной ноте я хочу закончить. Пожелать всем удачи. Я надеюсь, что у меня будет еще видео в этом году. Может быть, не будет, но надеюсь, что будет. Все-таки 10 дней еще. Вот. В общем, всем пока. До новых встреч. До скорых видео. Вот. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok